Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 июля, я только добралась до посевов. Вот сегодня сделала посев томатов в зиму и хочу ответить на несколько вопросов. Вот опять я нахожусь в этой растительной палатке, но только теперь у меня над головой вот такое яркое-яркое, так и хочется сказать, солнце, это такая лампа. Я не ожидала, что у нее будет такая яркость, но когда мы ее собрали и включили, вот хочется зажмуриться, как вот на ярком солнце. И действительно, теперь я понимаю, почему эта палатка называется «Расти палатка». Тут, наверное, не только растение, тут сам вырастешь под таким солнцем, но очень ярко. И, наверное, растениям зимой такого солнца хватает. Но лампа уникальная, она еще убавляется, прибавляется, можно сделать поменьше, можно побольше, но мне нравится, когда сильно яркий свет вообще. Хочу ответить на несколько вопросов. Когда я сказала, что я буду сеять сюда томаты, потом зимой выращивать, может быть, на Новый год буду есть помидоры, мне мои зрители начали писать, а зачем вы будете его здесь сеять и выращивать, можно посеять, вырастить на улице, потом занести сюда уже осенью большие, и тут доращивать. Но тут я хочу сказать, весь смысл-то, в чем моего этого эксперимента, мне ведь нужно сымитировать, как будто бы я выращиваю рассаду, например, в январе сею. Я же в январе не могу посеять и вынести ее на улицу, на солнышко, а потом в большом размере занести. Я буду делать все, как будто бы на улице зима. Вот у меня на улице январь, холодно, и кроме вот этой растительной палатки у меня нет условий для выращивания рассады. Я вот сейчас высаживаю сюда, посеяла, а потом их высажу в ведра. Я вот посеяла сейчас их, они у меня взойдут. Когда они вырастут большие и сомкнутся вот в этом лоточке, я их распикирую, разделю по отдельным емкостям, по ведрам. И я тогда помидор буду выращивать их просто потому, что... Ну, не буду же я выкидывать рассаду, например, которая в ноябре или там у меня в декабре вырастет. Просто потому, что она будет. Поэтому я и буду выращивать ее до помидор. А вообще мне самое главное, как будут себя вести здесь ростки, именно рассады. Мне важен первый период 60 дней. Как будто бы я в конце января, ну пусть там 25 января, посадила. 25 февраля, 25 марта. Обычно в конце марта я вот в этом году высадила. И я буду наблюдать за рассадой. Потому что в том году, ну вот когда... В 2019, когда я в январе посадила, я вам жаловала, что у нас была такая сухость, повышенная сухость. Не хватало влажности, листочки скрючивались. Опрыскивать сильно нельзя, потому что повышая влажность воздуха вокруг рассады, ты, естественно, повышаешь влажность воздуха во всем доме. Меня муж уже чуть не выгоняет с этими растениями. Отцерело все от твоих растений. Они же дышат, они же дышат. Все мокро. И вот только поэтому, вот смотрите, я сейчас... Она у меня вырастет. Я ее раз на замочек. Я здесь опрыскаю, я сделаю здесь влажность, какую надо. Солнышко у нас будет хорошее. И мне кажется, опять же, многие пишут, что тут нужно ожидать там плохое проветривание, нужно ожидать заболевания или чего-то. Но тут есть вот рукава для проветривания. Я, правда, еще не разобралась, в чем дело. Но дело в том, что проветрить немножко можно, все равно открыть и проветрить. И, конечно, вот при зимнем выращивании, как я буду сейчас выращивать, вот, ноябрь, декабрь. Нужна будет обработка растений от заболеваний. Это все я знаю. Но мне хочется попробовать. А мне хочется верить, что эксперимент будет удачный, что и рассада будет здесь здоровая. И на Новый год я вам покажу, вот так открою, и вот такие помидоры будут висеть. Ну, это, конечно, только мечты, фантазии. Но обычно, знаете, как бывает, иногда фантазии притворяются в жизнь. То есть, как я в прошлом году, когда делала подогрев грунта в теплице, я говорила, как у меня тут все вырастет. И в этом году, правда, как все выросло. Сейчас завалили, завалил нас огород помидорами. Я уже не знаю, у меня времени свободного вообще нет. Но еще не успела от тех отойти. Я уже делаю новый посев. Ну и вот, я надеюсь, все получится. Теперь остается только ждать посева. Все вам покажу.